На крайне поля движение как на автостраде. Грузовики мчатся один за другим, аграрии спешат. Погода оставляет совсем мало времени для уборки зерновых. Из-за дождей накануне в Варшанском районе в поле так и не вышел ни один комбайн. Сегодня непогода остановила уборочную уже в половине хозяйства. В сельхозпредприятии Лариновка 7 часов ждали, когда же на этом поле подсохнет зерно, чтобы приступить к уборке урожая. Стихия хоть и вмешивается в планы, но уборочную не остановит, рассказывает Николай Захаренко. Для него это уже 33-я компания. Комбайнер уверен, работу в полях завершат в срок. Тем более сегодня техника позволяет за смену собрать около 250 тонн урожая. Раньше был урожай у меня, поднялся часов 6, пока приедешь в комбайн, поделаешь, у 10 часов надо урожать. И жали, пока не стемнеет. Ну, урожайные такие большие были, но все равно мощности машин малые были. Поздно работали и долго работали. Ну, а сейчас вот такие техники, да, мы быстро можем убрать. В течение, ну, 10 дней от силы. Николай Владимирович единственный во всей области, у кого на кабине особая наклейка. Он первый, кто намолотил тысячу тонн зерна. К его рекорду приближаются еще пять комбайнеров и все из Оршанского района. Три года назад здесь впервые взяли отметку в 100 тысяч тонн. Чтобы комбайны в поле работали без остановок, дополнительно 30 машин предоставили дорожные службы, газовики, энергетики. Это немножко тяжелее, что получается столько времени. На работе-то с 8 до 5 рабочий день, как обычно, когда ты привыкаешь завод, а тут, получается, ну, до 10 вот так. Пока светло, комбайн убирает, может убрать кто из поля зерно. Так и работаем. В Лариновке убрали уже половину полей. Урожайность 60 сантиметров с гектара. Это в два раза выше, чем в среднем по области. Технологию возделывания зерновых подсказали ученые. Сельхозпредприятий строго соблюдают все рекомендации Академии наук. Без технологии урожая большого не получишь. Как бы ни хотели, как бы ни говорили, но технология во главе должна стоять. Применение средств защиты растений, рациональное использование минеральных удобрений – все это слагаемое урожая. В прошлом году впервые сразу четыре района Витебской области намолотили свыше 100 тысяч тонн зерна. Этот рубеж аршанские аграрии намерены преодолеть и этим летом. Олег Шапель, Олег Горенов. Наши новости. Витебская область.